Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Аллилуйя, аллилуйя. Так, приветствую всех, приветствую всех, кто подключился, кто подключается. Приветствую всех, аллилуйя, во имя Машеха Христа. Шаббат шалом, возлюбленные друзья. Так, вот трансляция есть, пошла. Приветствую всех, братьев, сестер, всем святым, радоваться. И еще говорю, радоваться, непрестанно радоваться и прославлять Господа. Аллилуйя. Так, все, да, есть. Приготовлялся, приготовился к шаббату. Приветствую всех, приветствую всех, братьев, сестер. Приветствую сейчас свою семью. Надеюсь, уже подключились мои так же. Так, сейчас я посмотрю, кто подключился. Здесь должны быть сообщения какие-то уже. Вот, приветствую всех. Шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Вот, все-таки хорошо, когда в семье, когда все готовятся к шаббату, а не ты один. Вот, сейчас вот, допустим, я вот здесь в Питере один, здесь, да, и пока поздно пришел уже, приготовлялся, вот, и вот, приготовился-таки. И трансляцию начал вот попозже, получается. Не в семнадцать, а в восемнадцать. Добрый вечер, слава Иисусу. Таня пишет, аллилуйя. Таня Тихомирова, да. Шалом, мир вам, Татьяна, да, слава Богу, вашему дому. Рима пишет, шалом, аллилуйя. Мир вам, Божий, всем. Слава навеки Богу Святому, аллилуйя. Братья, сестры, все-все-всех приветствую. Всех благоставляю во имя Господне, аллилуйя. Вот. И пусть Господь благословит нас этим вечером войти сейчас в Его присутствие, погружаться все глубже и глубже. В общем-то, и не выходить с Его присутствия. Но есть такие определенные дни, определенные такие часы, минуты нашей жизни, когда мы особенно погружаемся в Него. Когда мы особенно в Него, вот, именно действительно пропитываясь им, погружаемся. Вот, как сказано там, Баптизо, да, Баптизо. Я, кстати, достану такие иллюстрации, эту огурчики эти. Они уже, наверное, здесь приготовились, потому что я решил их реформировать. Здесь огурчики такие. Они, написано, огурчики малосольные. Монастырские, бочковые. Ну, насколько они монастырские, не знаю, но называются так, по крайней мере. Вот, значит, и я попробовал, ну, не то совсем. Такого ни вкуса, ни запаха особенно нет. Я, поэтому, решил их реформировать. Видите, здесь уже сколько перчиков порезал сюда. А, вот, аж слюки у меня потекли уже. Вот, чесночок. Короче, будет уже дух такой уже, настоящий уже будет уже, да, монастырских огурчиков настоящих. И они уже будут не малосольные, а уже будут соленые уже. Настоящие, правдочные будут. Вот, так что слава Богу. Вот, и как раз с этими огурчиками, я в прошлый раз пример-то приводил с этими огурцами. Вот, значит, дело в том, что баптизо, слово баптизо, да, в Библии, оно, напомню, используется, да, для, вот, описания, вот, в словах Иисуса. Ну, Иисус, понятно, говорил, и апостолы его говорили не на греческом, конечно, языке, на своем родном еврейском говорили. Вот, и, в общем-то, знаете ли, но, когда был писан уже Новый Завет, то, среди прочего, в баптизо слово используется. Дух Святой вдохновлял написать писателя Библии, вот, именно, вот, в словах Иисуса, именно баптизо. Интересно, вот, и Иисус сказал, уходя уже, да, возносясь, Он говорил, кто будет веровать и крестится, спасен будет. Кто будет веровать и совершит это баптизо, будет спасен. А кто не будет веровать, тот, ну, не будет спасен. Знаете, интересная вещь, да, спасение. И слово баптизо в современном греческом языке, ну, еще со средних веков, еще с древности, со средних веков самых баптизо, это слово, оно используется для, ну, описания, именно погружения, в смысле окунания, именно окунуться. Вот, и поэтому, когда началась реформация, в 16 столетии была многовековая такая эпоха великой деформации, великой деградации мирового христианства, тело Иисуса Христа чрезвычайно деградировала. Вот, была такая, как греки еще называют, апостасия, такое отступничество эпоха многовековая. Еще начиная с Константина Великого, и, ну, и чем дальше в лес, как говорится, тем злее партизаны. Вот, все хуже и хуже дела были, как говорится, на духовном фронте. Вот, и, значит, и настолько все было уже все плохо, к 16 столетию, что, ну, казалось, все, метастазы греха по всему телу Христа распространились, и, в общем-то, казалось, вот-вот уже дьяволу удастся дело Христово, тело Христово уничтожить. Но Машиах сказал, Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ну, это такой синодальный перевод, как сами семинаристы шутили здесь, кстати, в Лавре, это впервые слышал, еще в 88-й год, в Лавре здесь Александр Невский в семинарии слышал такие шутки семинаристов. Сильно дальний перевод они договорили. Сильно, я вначале думаю, может, ослышался, может, не так, чтобы услышал, а потом, а, ну, по разговору уже понял. Сильно дальний перевод. Вот, и это больше в Москве, конечно, там, в Загорске, в смысле, значит, в семинарии был, значит, но иногда приезжал сюда в Ленинград, конечно, за литературой, ну, и как художник, конечно, для меня. Ну, Ленинград, тогдашний, он назывался, к сожалению, да, именем таким некрасивым, вот. Ну, не кошерно, конечно, это имя вспоминать антихриста, значит, на Шабате, но что было, то было. Кстати, до сих пор еще область называется Ленинской, Ленинградской, ужас, конечно. Ну, ничего, молимся о том, чтобы эти злые времена коммунизма ушли, канули в лету окончательно уже. Вот, и, дамы и господа, и, значит, сильно дальний перевод. Я в Москве такого не слышал, в Загорске так вот, ну, может, и говорили семинаристы между собой, но я, честно говоря, ну, может, не прислушивался, не знаю. Но почему-то здесь это резало ухо мое, я так, почему сильно дальний. А потом уже на лекциях уже покойного Януария, значит, ну, Архимандрита уже там, потом Януария, значит, отца, отец Январий, так его семинаристы так между собой тоже называли, отец Январий. Ну, Януарий это то же самое, что Январий, только такой славянский оборот, такой речи. Как Сергий, а есть Сергей, допустим, да, вот, меня, допустим, Сергей, значит, по паспорту Сергей, но, а так вот, славянизм, как бы, да, в старом таком стиле Сергий, ну, красивый тоже, в принципе, Сергий тоже красивый. Вот, то же самое Январий или Януарий, вот, значит, ну, как бы, вот, был такой отец Январий, Януарий, уже ушел в вечность уже, хороший был, интересный человек, вот, много я приобрел нового для себя, вот, правда, мало попадало я на речи лекций его, но мне очень нравились эти беседы, эти лекции. Знаете чем? Что вот именно как раз вот библейский, вот, греческий старый язык, вот это наречие кое, он разбирал очень хорошо, по полочкам все раскладывал. И вот впервые я баптизу услышал, как раз, вот, думаю, надо же, как интересно, баптизу, значит, ну, в русском креститься перевели, креститься, крещение, ну, для многих, допустим, особенно, вот, евреев, мусульман, слово крещение даже режет ухо, вот, значит, поэтому обычно, ну, как бы, ну, ассоциируется с, порой, с насильственным крещением, которое практиковалось, к сожалению, в эпоху великой деформации, деградации мирового христианства, начиная с Константинового времена, ну, больше при его детях уже, в преемниках началось это все, с четвертого столетия, и до, с четвертого века, и до самого шестнадцатого столетия. То есть, получается, такое было крутое пике. Ну, не прямо крутое, но, если график рисовать, то с четвертого столетия до шестнадцатого, больше или меньше временами, так пока-то, а временами очень обрывисто, но кривая наша церковная шла вниз, все ниже и ниже. Но, по милости Господней, пять столетий тому назад, вот уже на днях будем отмечать мы пятисот первую годовщину уже, со дня начала великой, октябрьской, христианской реформации шестнадцатого столетия. Пятьсот один год, стукнет скоро уже. Аллилуйя. Благодарю Бога всемогущего. Прошлый год вообще в календаре нашей церкви был обозначен, 2017 год был обозначен как год великой реформации. Пятисотлетие со дня начала великой реформации и обновления мирового христианства. Думаю, слава тебе, Господи, благодарю тебя за это. И я это говорил, и год реформации прошел, воспоминания пятисотлетия, но сама тема, она продолжается. Потому что уже пятьсот один год, без малого, да, вот 31 октября, ну для кого-то там хайлоуин, для кого-то всякая там нечисть и праздник, для кого-то для наших западных братьев-католиков, это день всех святых. Ну а для всех евангельских мыслящих, библейских верующих христиан, православных католиков, протестантов, неважно какой конфессии, динаминации, это день великой реформации, реформации. То есть реформация, есть деформация, декрадация, порча, уничтожение, да, отступничество, грех, а есть реформация. Реформация это восстановление, это возрождение, это покаяние, это действительно возвращение к истокам, к основаниям самым, к основаниям веры. И вот эта эпоха реформации, восстановления христианского ренессанса, возрождения, действительно, потому что там 15 век обычно эпоха, да, ренессанса, ну такое больше неоязычество и прочее, попытка действительно была деформация, деградация церкви, окончательное уничтожение. Но, по милости Господней, с 16 столетия и по сейчас продолжается эпоха Великой Реформации. И график нашей истории христианской, начиная с того самого 1517 года, 31 октября, 17 года, октябрь 17 года. Это вам, товарищи, не Ленин на Броневичке. И эта ситуация будет уже действительно, ну, это воспоминание великого чуда Божьего, дамы и господа, братья и сестры. Потому что 31 октября 1517 года доктор Мартин Лютер, тогда священник традиционной, извиняюсь, католической церкви, но, в принципе, хрен и резки не слаще, деградация затронула все, так или иначе, христианство, что на Западе, что на Востоке. Просто на Западе все, как бы, доводили до логического конца, поэтому, просто, скажу так, деградация такая была умная. А у нас, обычно, в православии, на Востоке деградация такая была, ну, как и все остальное, так вот, на авось, небось и на куси-выкуси, как говорится. На трех китах так и все стояло и стоит, к сожалению. Но я верю, что пришло время Великой Реформации и восточных церквей христианских, но, как бы, уже пора, как говорится, пора. Через сто лет после Лютера патриарх Кирилл об этом говорил, Лукарис. Вот, но об этом уже я говорил на семинарах, буду говорить еще в другие дни, будем договорить. Ну, а сейчас, если возвращаюсь, я ушел далеко, извиняюсь так, в этих рассказах. Вот, но, по милости Господней, вот, мы живы. И церковь Христова переживает великое возрождение сейчас в наши дни, слава Богу. Особенно в 19-м, 20-м столетиях, да, вот, и уже начало 21-го столетия. Неслыханное пробуждение духовное, так или иначе, на всех континентах, во многих странах. Даже в тех странах, где гонение, или же, ну, такое открытое, или же скрытое гонение на церковь Божью. Вот, и, но церковь Христова, она действительно жива. И вот, Иоаннуар, я что вспомнил-то, значит, на добром слове-то хочу. Ну, он уже покойный уже, да. Но, как говорится, царство небесное очень хороший был человек. И я так полагаю, что это один из вот тех немногих традиционных православных священнослужителей, именно переживших Бога в своей жизни, встречу с Ним, возрожденный духовный человек. Хотя могу ошибаться, конечно, один Бог только знает все. Вот, ну, мне так кажется. Потому что он очень, знаете ли, часто именно был христоцентричен. Хотя в его теме невозможно быть нехристоцентричным, разбирая Новый Завет, тем более оригинальный текст. Так вот, возвращаясь к вышесказанному, баптизо, почему я огурчики достал, как иллюстрацию, баптизо. В современном греческом языке баптизо означает погружение в смысле окунание. Поэтому, когда началась реформация, вот я реформацию вспомнил тоже сегодня, то появились такие течения баптисты, допустим, да, ну, анабаптисты, вот, потом классические баптисты. И сегодня баптизм, он очень распространен, как феномен, и христианство во многом оно баптистское, и наше течение, вот, православное, реформаторское, оно тоже во многом баптистское. В смысле, есть педобаптистское христианство, есть баптистское. Педобаптистское – это крещение младенцев, крещение, значит, по принуждению, всяческому, значит, насилию или же там выгоде. Это педобаптизм, все. То есть, без просвещения, крещение, это, значит, или когда невозможно, или оно просто игнорируется, просвещение, это педобаптизм. Очень, ну, классический вариант – это православие, к сожалению, большая часть православных церквей – канонических, неганонических, всяких-всяких. Вот, и католическая церковь, к сожалению, тоже, да, педобаптизм практикует. Вот, и часть протестантских церквей. Но есть баптистское христианство. Это, значит, христианство, практикующее, значит, крещение духовно просвещенных людей, обращенных, переживших духовное возрождение свое. Поэтому наше течение, ветвь нашей православной, реформаторской, евангельской православной церкви, она действительно является именно вот в этом отношении баптистской. То есть, не педобаптистская, а баптистская вина. Вот, но наши братья, традиционные православные священнослужители, значит, там, вот, канонические церкви, неканонические других, там, второканонические всяких, считают, ну, педобаптизм оправданным. Вот так вот, друзья. Да, извиняюсь, сейчас я здесь закрою. Вот. Ну, потому что что-то дует. Вот. И здесь просто я приготовлял все, поэтому оставлял проветривать. И баптизу, об этом как раз вот и отец Януарита говорил, в старом греческом языке оно было другое совершенно значение имело. Оно имело значение погружение и там пребывание. То есть, не просто погружение, окунание, а погружение в смысле окунуться и там и остаться. Вот, вот так вот. И, значит, использовалось чаще всего во времена Ате, во времена Иисуса Христа, до Иисуса Христа, до нашей эры, лет за 300-400. После уже Иисуса, ну, начало уже нашей эры, тоже лет 300-400, не меньше, среди эминских авторов. Баптизу, если использовалось, то в Кое оно использовалось, вот там на речи, на котором написан Новый Завет, использовалось вообще для описания соленья огурцов. Не только мы огурчики любим, да, соленые. Ну, надеюсь, вы тоже любите. Я люблю очень. Особенно, да, с перчиками, там, с чесночком, там, все. Вот, значит, так вот, и малосол греки не называли баптизом, потому что считали это еще не баптистские огурцы. Ну, какие-то педобаптистские огурцы такие, будем так говорить. Вот, а, значит, а баптистские огурцы, баптизо, да, они применяли именно к огурцам, которые прошли полностью просолку, которые имели соль не просто на шкурке своей, но внутри себя имели соль уже. И Библия Нового Завета поэтому и говорит, что мы соль, Машиах говорил, да, о нас, о верующих. Сравнивал нас с солью. И он тоже в Новом Завете говорится, что мы должны иметь соль внутри себя, соль иметь веры, соль Бога-познания, Господа самого. Вот это смешание должно произойти. Вот, ну и сам Машиах, тоже, значит, он когда пришел, 2000 лет назад, то Матфей, описывая Рождество Христово, или, как мы говорим, первое пришествие Машиаха, да, Христа, то он сказал, что первое пророчество, которое он напоминает из ветхозаветных пророков, которое исполнилось в то время, что Дева во чреве примет, а родит сына и нарекут ему имя Эммануил, 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 в русском произношении, что означает «с нами Бог». Но буквально Эмману, это смешать, это, знаете ли, это получается, буквально Эммануил, значит, буквально, это внутрь нас Бог сущий. Римма пишет, а как много таких реформированных, православных церквей, мало, всего-то несколько церквей таких, ну, в Украине, вот, в Грузии, в Молдове, значит, ну, в Румынии, точнее, даже сейчас, больше, там, епископ наш трудится. Мало пока церквей. Вот как раз в январе будем снова об этом говорить, да, и в Киеве, и в Молдове, в Бельцах, в Кишиневе, ну, и, даст Бог, в Румынии. Вот как раз об этом будем вопрос говорить. Мало церквей таких. А я только вижу многобожие православие, да, ужасная, конечно, система, многобожие разрушают, это, знаете, это как метастазы, это как раковые опухоли, по всему телу Христа распространились. Пять столетий назад началось освобождение от этой заразы, но до сих пор еще, к сожалению, то в традиционном православии по-прежнему молятся, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святые такие-то, молите Бога о нас, и прочее, прочее, прочее. То есть, такое махровое, ничем не прикрытое такое заблуждение, именно многобожие, которое приносит проклятие. Это нарушение первой заповеди. Ну, и нарушили первую заповедь, и дальше погнали дальше. Вот, там и вторая заповедь, идолопоклонство, в самом неприкрытом, вульгарном виде, это почитание икон, мощей, там, ну, не совсем, может быть, кошерная тема такая на шаббат, но, как бы, что есть, то есть. Сказал уже. Вот, и они считают, что самая истинная церковь веры православно-традиционной. Ну, чем, как правило, чем больше ересей и заблуждений в церкви, тем, ну, чем больше на болото похожа церковь, тем больше ее хвалят. Знаете ли, вот, и горе церкви, в которой мир говорит, это хорошая церковь, наша церковь. Вот, знаете ли, это опасно очень. Вот, и действительно, когда хвалят, когда люди считают, это в любой конфессии есть, это, фактически, вот, такая, сектантское такое мышление. Сегодня тоже я вот общался там, был за Александра Невской лаврой, как там район называется, забыл я. Не помню сейчас уже. Ну, одним словом, сразу за лаврой там уже район, ну, там больше промзона, ну, там тоже общение было хорошее сегодня. Вот, и, значит, и пусть немного, но пообщались чуть. Вот, и я, значит, сказал, значит, что, значит, что это сектантское мышление, в принципе, оно в любой конфессии есть, и, в принципе, даже считаю, что сектантством переболеть в легкой форме, это нормально для верующего человека. То есть, считает, что только лишь твоя церковь самое правильное. В легкой форме переболеть этим хорошо. Это как, знаете, вот как вот детская болезнь. Все этим болеют. Вот, в детстве ребенок какой-то, есть такой возраст, ранний, да, ребячество, когда маленькому ребенку кажется, значит, дочке, сыночку, что их папа самый сильный, самый-самый-самый, их мама самая-самая-самая, а потом начинается взросление, человек умнеет и понимает, что их папа не самый далеко, самый сильный, там, самый богатый, прочее, прочее, прочее. Вот, их мама не самая далеко, там есть другие, вот, другой мир, как бы, но пока, как-то, пока грудничок маленький еще ребеночек, там, лежит еще, как говорится, да, поперек лавки, то для него вообще папа-мама, это бог просто, вообще, они, ребенок смотрят, это бог просто для них. Вот, вот, а потом, как бы, проводят время и бунт начинается, и поэтому, и прочее, человек узнает, как бы, умножается знание, умножается скорбь, всякое, всякого рода, но потом приходит время, когда человек уже по-настоящему умнеет, уже мудреет, именно не просто умнеет, а мудреет, то он говорит, а все-таки мама была права, и папа был прав, там, это уже с годами проходит, приходит, вот, но, как бы, и в христианстве тоже так, в принципе, значит, в вере, в религии, любой фактически, да, но в христианстве это очень ярко выражено, значит, человек, обращаясь к Богу, приходя в церковь, ему кажется, его конфессия, его церковь, в которой он познает Бога, она самая, 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 самая с усами, значит, там, и прочее, вот, и идеальная, но потом приходит время, он присматривается, что вроде и то не так, и то не так, как бы, значит, и дрова зеленей, порой, за забором, и прочее, вот, то есть, как бы, ну, это обычные такие издержки духовного, такого пути верующего человека, но когда приходит настоящая от Бога мудрость Христова, то человек понимает, что не место святия человека, а человек место, как говорится, и Бог человека, вот, и, ну, и прочее, 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 ладно, тоже другая тема, можно совсем, но, дамы и господа, братья и сестры, я к чему скажу, товарищи огурцы, погружаемся в рассол Божий, Божьей любви, где все есть, и чесночок, и перчик, и травка, все, и пропитываемся им, Богом святым, Аллилуйя, Аминь, спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, и благоставляю великое имя Твое, это просто, как иллюстрацию достал, сегодня огурчики эти, хотя, может, даже, отведаю сегодня, на трапезе, да, Римма пишет снова, пора бы уже им вырасти, но, дело в том, что, вырасти не получится, так как, нет, чтобы расти, надо родиться, вот, а большинство, подавляющее большинство священников, еще даже духовно невозрожденные, епископы, священники, вот, ну, и даже присматриваясь там к патриархам, митрополитам, епископам, вижу, что подавляющее большинство из них, вообще, еще не пережили то, что Библия называет, духовным рождением, рождением свыше, поэтому, ни о каком росте не может быть речи, абсолютно еще, вот, это только лишь, ну, ну, горе от ума, короче, религиозного, вот, и перестать питаться молоком, они не питаются молоком еще, большинство, я говорю, они еще не родились, или же, мертворожденные, будем так говорить, но духовно не возродились, свыше еще, о чем дело, и переходить на твердую пищу, и мы еще до этого еще, как до пекина пешком, откроем глаза Господь и братьям нашим евреям, аминь, 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 вот, молюсь за евреев, тем более, сам я по папе еврей, молюсь за татарский народ, по-моему, я татарин, вот, и благоставляю здесь, вот, общаюсь, вижу узбеки, допустим, да, у них тоже наречия, узнаю многие слова, похожие на наши татарские слова, и вот, поэтому я уже догадываюсь, о чем идет речь у них, вот, значит, тоже тюркские наречия, вот, значит, и, и знаете ли, молюсь за тюрков всех, молюсь за все тюркские народы, потому что во мне тоже кровь, эта тюркская есть, вот, и молюсь, за все народы наши, istradanançя планеты, наши земли, вот, ну, а за евреев, молюсь еще и потому, как говорится, еврейские, И еврейским я выучил только за то, что им говорил сам Машиах, сам Христос. Потому что, во-первых, Иудея написана в Библии, а потом уже и всем остальным. Как говорится, да, так и надо. Почему, вот многие, может, недоумевают, почему я акцентирую часто внимание именно на мессианском служении. Ну, во-первых, оно мне близко. И мессихитское, мусульманское служение, мессианское, иудейское служение мне очень близко. Классическое христианское служение очень люблю. Классическое православное служение очень люблю. Вот, кстати, православное служение вообще из всех христианских конфессий, на мой взгляд, самое красивое, прекрасное вообще. Это жемчужина. Правда, она в грязи вся и в многобожие идолопоклонства и прочее, но в нашей церкви мы эту жемчужинку отмыли, почистили, все, и она сияет заново. Как, допустим, я знал одного еврея в Брянской области, Лебенсон был такой, Борис Сакович, очень хороший человек, творческий человек, и он буквально делал чудеса своими руками, делал великие чудеса. Для меня это было как чудо просто. Он находил старые какие-то ржавые, какие-то там, не знаю, выброшенные вещи. В основном, большинство его коллекции он собрал на помойках. Представляете, на помойке такие богатства. Всякие самовары, старинные утюги какие-то, что-то еще. Вот где-то на свалке, где-то еще находил, и он своими руками все восстанавливал. И притом так восстанавливал, что вот я когда попал к нему первый раз, я помню, я как будто, Борис Сакович, как будто в музей попал вообще. Вот это да. И представляете, батюшка говорит, вот почти все это, 90% всей моей коллекции, это с помойки, это со свалок. Он начинал еще тогда собирать еще, когда еще мало кто об этом вообще думал у нас, 70-х, в конце 70-х, в начале 80-х годов, значит, и собирал, люди выбрасывали. Я приезжал в селе выбрасывать самовары. Я говорю, люди добрые, вы отдайте возьму. А, бери, этот хлам все равно не нужен. Утюги какие-то старые, там что-то еще, какие-то подсвечники старые, уже поломанные. А он все клепал, все там паял, сидел там часами напролет, значит, восстанавливал все это, оттирал все это. И потом это все блестело, сияло, так красиво. Вот, и знаете ли, и хочу сиять, заставить заново, действительно, Божье Слово, Божью Истину и православное служение. Действительно, жемчужинка это, ну, надо оттереть, надо постараться попаять, много что перепаять, много что пересмотреть, перетереть. Вот, и придет время, и православное служение, я верю, оно будет, не просто даже верю, я это знаю, действительно. Оно будет просто, ну, в коллекции Господней, в этом многообразии Божьем христианства, будет просто величайшей жемчужиной. Слава Богу. Аллилуйя. Да, и Римма пишет еще, это самое прекрасное чувство, рождение свыше, крещение духом. Человек в своей жизни переживает два повода в своей жизни для этого дня рождения и покаяния, рождение свыше. Аминь. Да, действительно, и Библия называет это как новое рождение. Вот, и до Христа, конечно, до пришествия Машеха, об этом говорили евреи, беседовали, особенно в школе Шамая. Значит, и, ну, все служители в то время об этом знали, да и простые евреи многие об этом поговорили. И поэтому даже когда Иисус разговаривал с Никодимом, он не сказал, что, Никодим, слушай, я тебе сейчас кое-что расскажу, о чем ты даже не слышал никогда вообще. Вот, о рождении свыше. Нет, он сказал, что ты один из учеников Израиля, и разве об этом ты не слышал? Ну, судя по вот таким ответам, значит, Никодима, он держался школой не Шамая, а школой Гилеля, которая потом считается победившей в традиционном иудаизме, не принявшим Машеха. Вот, но школа Шамая была во многом близка Машеху, близка Христу, близка и есеям, близка была простым людям. Вот, идея духовного перерождения, встреча с Богом. И когда Нафанайлу Машех сказал, значит, что я видел тебя, прежде чем тебя позвали, я видел тебя подсмоковницей, вот, что там пережил подсмоковницей в присутствии Бога, Нафанайлу, скорее всего, вот это духовное перерождение. И действительно, он тогда сказал, ты царь Израилев, аллилуйя. Это действительно человек, написано, которому нет лукавства. То есть, человек, который действительно переживал духовное это перерождение. Но до прихода Машеха в этой теме было больше вопросов, нежели ответов. С приходом Христа ответом стал сам Сын Божий, Господь и Спаситель Иисус Христос. Ишуа Машех, Адонай. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и сегодня у нас шаббат, а то я увлекся. Да, так и нас Господь собирает, с помоя этого мира и начищает, ремонтирует. Слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Из грязи и в князи, аллилуйя. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и приветствую всех, кто подключился, кто подключается сейчас. Приветствую свою семью, потому что я только планирую в конце месяца быть дома уже в кругу семьи. Шаббат встретим тоже. Но пока вот так вот на расстоянии, пока вот так вот по YouTube, трансляции YouTube или Skype или какие-то еще социальные мессенджеры. Вот, и слава Богу за интернет, слава Богу за эту возможность хорошую, действительно, так вот, даже будущее далеко, быть близкими. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и ближе к теме, подходим ближе к теме, к шаббату, собственно. День Господний. Уже настал, кстати, уже. И был вечер, и было утро, ну, сейчас вечер, день седьмой. В духе мы едины, аминь, 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 аллилуйя. И хорошо, что не только сейчас в духе, но и даже так вот душой, потому что мы вот видим друг друга, слышим друг друга, и поэтому это прекрасно. Я благодарю Бога, что Он дал нам интернет, жить в эпоху интернета. Ну, правда, для неверующих, невозрожденных людей, ну, все не на пользу. Даже, да, самые добрые изобретения, даже самые божьи благословения большие, все не на пользу. Ну, дураку дай миллион долларов, и, как бы, это будет все не на пользу. А праведнику все на пользу. Вот, даже малые блюда зелени и то на пользу, знаете ли. А нечестивому даже дом заколутого, полный дом скота заколотого, мясо там, полный холодильник ему дай, не на пользу будет все это ему, нечестивому. Вот, а праведнику даже блюдо зелени. У меня сегодня, допустим, я к шабату стал приготовляться, и нету мяса. Ну, ладно, я не стал унывать, время тем более некогда было унывать. Значит, взялся за дело. Картошку, морковку, все, что было в холодильнике, все, короче, туда. Значит, там варево такое получилось. Ну, там всякий чесночок, там перчик, там все. Все, что было, короче, все, что в печи на стол мечи. Я все это туда вот в кастрюлю. Ну, пахнет вроде, еще не пробовал, правда, еще настаивается еще, но пахнет вроде даже так, ну, а-ля мясо. Такой получился вегетарианский чонт. Чонт, это такое, ну, это, скажу, это, как, допустим, в Украине борщ. Как в России, допустим, щи, да, значит, там суточные щи в печи. Это шедевр тоже. Уже забытый, к сожалению. То, что сейчас щами называют обычно, это никакие нищи, это так, подобие жалкое. Вот, значит, в Украине борщ, наваристый борщ, да, это шедевр просто. Как, допустим, не знаю, ну, не знаю, в Японии, может, какие-то суши, допустим, да, вот. Я раньше не понимал, что такое суши, там всякие роллы. Первый раз попробовал, мне показалось вообще трава-трогой, как-то вообще думал, что в этом хорошего люди видят. Второй раз так вот, так себе вроде что-то раскушал, а потом пошло-поехало, как бы и вообще, ну, оказывается, есть свой вкус, есть своя философия во всем этом даже оказывается. Вот так вот, как, допустим, там, не знаю, в Америке стейк, допустим, да, говяжий стейк жареный, там, вот, значит, там, что еще там. Ну, в разных культурах есть, там, во Франции капустняк, допустим, знаменитый, значит, да, значит, вот и прочее. Вот, а в еврейской традиции, особенно шаббатный такой, да, это чоунт, я скажу, может, малоизвестный такой вещь, но это, это вот такая вещь. Но чоунт без мяса, это, как бы, и не чоунт, но я попробовал сделать вегетарианский чоунт сегодня. Ну, посмотрим, что получилось. Вот, слава Богу. Так, друзья, и шаббат, шалом, субботний мир. Свечи-то я зажег при наступлении шаббата уже зажег свечи, даже прямо перед тем, как включил эфир. Вот, последние приготовления, самые последние уже были. У меня есть плод виноградной лозы, ну, в данном случае сок. У меня есть хлеб, халы не получилось у меня купить сегодня. Ну, значит, ладно, обычно плетенка такая, ну, хала мы называем, да, вот, который означает переплетенность все это. Но у меня вот есть то, что есть. Вот, и что еще? Ну, это самое важное, наверное. Сегодня скажу то, что я обычно говорю как раз на шаббат. Давным-давно, а именно 5779 лет тому назад. Ну, и уже чуть больше месяца. Когда Бог создал весь этот мир, то последними создал наших пращуров. Наших пра-пра-пра-пра, много раз пра, пра-родителей. Пра-пра-пра-пра-пра, пра-папу нашего Адама и нашу пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра, пра-маму Еву. И все мы братья и сестры. От одной крови Бог произвел весь род людской для обитания по всему лицу земли. Еврейский апостол Павел Шауль говорил в Афинском Ареападе. В книге Деяния апостоловки записано все это. Дамы и господа, братья и сестры. Поэтому все мы сыны Адама и дочери Евы. Все мы братья и сестры. Желают то кто-либо или не желают, хотят то люди или не хотят, Божьей частью не хотят, Божьей частью не желают это признавать. И яркой иллюстрацией негативной этого являются всевозможные войны, конфликты, вражда, межнациональная, межрасовая, межрелигиозная и прочие-прочие всякие войны. Очень наглядно иллюстрируют, что действительно с этим не согласны. Большинство людей, большинство человек с этим не согласен. Но когда человек получает духовное свое возрождение, перерождение, или вообще, по крайней мере, он устремляется к истине, к познанию, к Богопознанию, даже если у него нет еще духовного возрождения, но если он идет уже этим путем, ищет встречи с Господом, ищет истину, то ему на этом пути, безусловно, открывается одно из важных истин, которые открываются на пути к познанию истины. Это то, что мы все люди-человеки, что Бог создал всех нас от одной крови, для обитания по всему лицу земли, назначив пределы, время обитания, времена и сроки. Все в его власти. Слава Богу всемогущему. Вот, и наши пра-пра-пра-пра-пра-пра, прародители, наши пращуры, Адам и Ева, они провели первый шаббат с Богом. Наступил вечер, люди были созданы в шестой день. Вот, вначале мужчина, потом из мужчины была создана женщина ему. Вот, поэтому тот день был благостовенным для, потому что мы появились, шестой день. Ну, мы называем сегодня это пятница. Помните, у Робинзона Круза была, был пятница. Ну, там, я просто фильм вспомнил, там была пятница. Вот, значит, а так, был пятница. Вот, значит, а почему пятница? Потому что в пятый день, в шестой, вернее, день, кстати, интересно, называется пятница, да. Но в шестой день был создан человек. А седьмой день, субботу, почили. Человечество всего-то было, как говорится, ты да я, да мы с тобой. Муж и жена. И вместе с Богом шаббат они встречали. Вместе с Господом вошли в этот шаббат. Вот, но недолго, как говорится, музыка играла. Недолго продолжалась эта идиллия. К сожалению, дальнейшая история, ну, не мне вам рассказывать, Библию читаете, понимаете, да, пошла история в крив и в кость. Тогда, 5779 лет назад, история двинулась не в то направление, будет, на вот человеческое. К сожалению. Бог взял вину на себя, искупил рот людской, 2000 лет назад. Во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Бог во Христе примирился с нами. Он взял вину всю на себя. Он любящий, и первым просят прощения, обычно не самый виноватый, а самый, как раз, любящий. Он самый любящий. Отдал свою жизнь за нас, душу свою положил Господь. Ибо так возлюбил Бог мир, мы называем это христиане, золотым стихом Библии во всей, вообще. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Доказательство Божественной любви. Бог доказал Свою любовь к нам тем, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, за нас, за наши грехи, за наше беззаконие, за наше отпадение. За, как вот в той песне поется, я очень люблю Алексея Глядяева, творчество его очень люблю. Если кто из вас, друзья, кто в трансляции сейчас подключился, или потом записи будет смотреть, если вы не смотрели мюзиклы, так наберите в интернете мюзиклы Алексея Глядяева и посмотрите, не пожалеете. Любой из этих мюзиклов, я очень люблю все эти мюзиклы, но особенно мне нравится старый мюзикл его, один из старых, да, Алексей был еще молодой, пастор, вот, протестантские церкви протестантские, но я бы его за один этот мюзикл канонизировал, православной канонизацией, знаете ли, притом прижизненной, «Разорванная завеса» называется, «Разорванная завеса». Можно даже текст скачать тоже в интернете, «Разорванная завеса», Алексей Ледяев. Посмотрите, кто не смотрел, обязательно. И вот там один из таких, просто шедевральных таких, вот именно, одна из шедевральных сцен, именно слова Бога, поет человек «Слава Бога». Я не хочу жить за завесой, за стеною глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава, отче родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех произвел. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенный. Я эти песни в разных исполнениях, и баптисты, и писятники, в Нью-Йорке слышал, как православные пели в Свято-Владимирской духовной семинарии, традиционной, нереформированной, но такая, она идет путем реформации. И представляете, в Нью-Йорке Свято-Владимирская семинария, это потрясающе. А где это вы? А я в Санкт-Петербурге сейчас, на берегах Невы, в северной столице. Здесь довольно прохладно, прохладно, и осень здесь довольно такая, прохладная осень, хотя сегодня была солнечная погода, но довольно так продроки даже сегодня, честно говоря. Как пришел, успел только вот горячую ванну сразу, чтобы согреться, потому что да, прям осень чувствуется здесь очень такая уже серьезная, даже на днях обещают уже первый снег здесь. В Украине плюс 20, ой, ой, не травите душу. Я бы прямо сейчас в Украину благоставляю Украину, духовную житницу, и духовную, и физическую, действительно, житницу, слава Богу. Пусть Господь благословит, и пробуждение еще больше и больше. Я верю, что приходят времена, когда все народы, многие народы, окружающие Украину, возряд на Украину действительно, как на пример вот этого духовного пробуждения, как на такую духовную житницу. Вот, и миссионеры в начале 90-х очень много выехало. Я по России по всей поездил, особенно вот Дальний Восток, Сибирь, матушка, крайний север, там, очень много с Украины, особенно Западной Украины, Ровничины, Львовщины, очень много пастырей, проповедников, миссионеров, евангелистов. Большинство церквей тогда были открыты именно как раз украинцами. К сожалению, сегодня в России такое, ну, одна из таких, к сожалению, очень нехороших черт национальных, сохранившихся с тех еще времен, еще глубоких, это неблагодарность. Но я верю, что во Христе Иисусе Бог переменит харизму народа и даст благодарное сердце, новое сердце. Вот, и в народах России это духовное пробуждение будет, и тогда в благодарности люди будут молиться за Украину, благоставлять Украину. Вот, не считать ее там предатком имперским своим, нет, а именно, действительно, как народ, который достоин того, чтобы молиться и благоставлять. Аллилуйя. И все народы славу Божью принесут в Царство свое, в Царство Божье, в Царство Небесное, в Царство Господне. Аллилуйя. Все народы. Аллилуйя. Поэтому мы говорим, гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь, мы ждем Тебя. Аллилуйя. Вот, и здесь, конечно, препятствий много, к сожалению, я даже не могу давать объявление, даже не могу говорить, где я проповедую, потому что, буквально, если даже накануне скажу, то тут же милиция, КГБшники, и обыски, аресты. У меня уже несколько раз забирали ноутбуки, и с концами уже носители все забирают, все, как бы, потом многочасовые допросы, угрозы, там, значит, даже вплоть до обещания за наркотики посадить, там, что-то побросить, чтобы, значит, а потом вовек не отмоешься, говорят так вот мне. Но, слава Богу, судили меня здесь в Питере два года назад за Слово Божье, несмотря на никакие угрозы, а судили именно за проповедь Евангелия. Судья сказал так, что в чем моя вина-то? Проповедование Благой Вести, а, нет, проповедь Благой Вести путем проповедования в церковном собрании, как-то так вот звучала. Моя вина, денежный штраф был назначен, вот, минимальный, но для нашей семьи это большая была сумма, но мы решили не слушать советов адвокатов, там, передавать, решили делать дальше, не пересуживать другим судом, потому что могли бы назначить еще больше штраф, который мы уже не потянули бы никак. А с другой стороны, помолившись, и у нее, и у меня было в сердце именно эту сумму принести и благословить. То есть для нас это был не просто штраф, для нас это было благословение. Мы благословляем государство российское, и эти деньги, святые деньги, мы сеем именно как жертва. И эти деньги производят работу свою. И, знаете, я могу много примеров привести, когда святые деньги производят святую работу. Но это другая тема, это не шабатная тема, я как-нибудь специально время найду такое, и я расскажу. Очень много, даже в истории христианства, примеров потрясающих. Вы ахнете просто, ахнете. Я до сих пор ахаю, когда такие вещи нахожу в истории христианства. Ну, моя любимая тема вообще, в истории христианства. Так вот, дамы и господа, возвращаясь к теме шаббата. На протяжении 5779 лет шаббат, есть шаббат, седьмой день, воспоминания о том великом шаббате, который был в самом начале, с нашими прародителями, Богом встречен. Вот. И сохранялся, сохранялось понимание шаббата, субботы де-факто, де-факто, фактически. Но, больше или меньше, в большинстве народов это забывалось. Вот. Отец Сергий, помолитесь за Восток Украины. Молюсь, безусловно, молюсь. Да вы что? Каждый день молюсь. Там большие гонения на нетрадиационной церкви, да. И я получал сообщения в социальных сетях, в одноклассниках, на фейсбуке, значит, Вконтакте, но больше на одноклассниках там. Очень много там с Востока Украины люди и пишут как раз вот и адвентисты писали мне, и баптисты, и пятидесятники, и методисты, кто-то еще там, там разные-разные, яговисты писали мне там, кто-то еще мне написал, не помню, там разных таких конфессий, даже таких экзотических, будем так говорить, но самое главное, что действительно вот под ширмой русского мира пришла туда война, это страшно, и я молюсь о мире настоящем, потому что нужен не русский, не какой-то еще мир, а нужен мир Божий, Божий мир, святой мир, а это шалом, шалом, этому миру нужен Божий шалом, Божий мир. Аллилуйя. Молюсь, конечно. И возвращаясь снова к теме шаббата, три тысячи триста тридцать лет назад это стало де юре, заповедью. Когда Машеах вернется, второе пришествие Христа, мы называем в христианстве это, то субботний день снова посияет в Церкви Божьей, вообще планетарного масштаба будет, шутка ли, из суббота в субботу люди будут приходить в Иерусалим на поклонение Господу Богу Саваофу. Вот, и также праздник Суккот воссияет, Суккот, поставление кущей, об этом говорят пророки. Это еще из пророчеств неисполнившихся, которые должны исполниться при втором пришествии Христа. А в мессианские пророчества такие тоже. Потому что при первом пришествии Христа исполнилась, ну, как бы, основная часть, большая часть пророчеств, блок такой основной исполнился, но еще есть немало пророчеств, которые неисполнившиеся, мессианские пророчества, Машеахи. Вот, они должны исполниться уже, как мы говорим, при втором пришествии Христа, который будет уже не просто, вот так, как оно было в первый раз, совершенно по-другому. Будет при классе Архангела, в трубе Божьей, Господь сойдет с неба. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благостовен Бог наш. Благостовен Господь. Вот. И еще одна причина шаббата. Первая причина, то, что Бог сотворил из этот мир. Каждый раз человек празднует субботу, субботний день, Господний день. Этим самым, он, даже если он не проповедует устами своими, то самим фактом этим человек заявляет всему окружающему миру, что этот мир придуман не нами. Этот мир не просто случайно продукт эволюции какой-то. Нет, но-но-но. Этот мир создан Богом. Есть разумный замысел, есть разумный Творец, есть наш Отец. И это факт. Друзья мои, братья и сестры, и вторая причина, которую Бог указал в Торе, в Библии, в Пятикнижии, это то, что Он выбил нас из рабства. То есть, шаббат шалом, свободный народ, свободные люди. Мы не рабы, рабы не мы. Мы свободны во Христе Иисусе. Но в заветном формате праздновать шаббат вдвойне приятнее вообще. Втройне даже скажу. Есть свои причины, меня готовы говорить. Хорошо, друзья, помолимся. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам шаббат. Поздравляю Тебя, Господь, с этим Твоим днем. Шаббат шалом, Господь. Шаббат шалом. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Аминь. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, семья Божья. Шаббат шалом, дети Божьи. Мир Господний, субботний. Каждую семью. Даже если тьма погружается. Даже если тьма по всей вселенной. В жилищах народа Божьего, в жилищах праведников, свет сияет. В нас, в нашем разуме, в нашем сердце, всегда свет сияет. Даже если полно тьмы, кронечной тьмы. И этот свет, он есть сам Аширх, в нас, сам Христос. Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Аллилуйя. Мир его не познал. Пришел к своим. Подло поступили люди. Свои не приняли. Но не все, правда. Тем, кто принял, он дал власть быть чадами Божьими, которые родились не просто, как гомо сапиенс, не просто жили, как гомо-ролигары, не просто родились, как люди разумные, и жили, как люди религиозные, а как новое творение во Христе Иисусе. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Споем, друзья. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир, Шаббат, 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 шалом Шаббат, 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 шалом Субботний мир, Господний мир Шаббат, 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 шалом От Авину Хай, От Авину Хай Наш Отец, Бог Великий Живой От Авину, От Авину, От Авину Хай От Авину Хай, От Авину Хай От Авину, От Авину, От Авину Хай Ам-Израэль, ам-Израэль, и народ Израиля, мы потому живы, потому что наш отец живой. Ам-Израэль, ам-Израэль, ам-Израэль хай, ам-Израэль, ам-Израэль хай. Ам-Израэль хай, ам-Израэль, ам-Израэль, ам-Израэль хай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»